Всем привет! Меня зовут Валера Харитонов и я работаю в студии SERV. Предыдущий докладчик Вадим, наш технический директор, и он упомянул в самом начале своего доклада о приложении тюнере для Android Wear. И именно о нем я бы хотел немного рассказать. Я сначала немного расскажу про концепцию приложения, как вообще это должно работать, потом немного о принципе работы, как этот тюнер должен определять какие-то звуки, о тех проблемах, которые мы столкнулись в процессе работы над этим приложением. И в конце концов о том, как мы их решаем и как связать Wearable и Mobile устройства, как обеспечить их взаимодействие. Soundwriter это в будущем набор приложений для платформ Android и Apple iOS, который призван облегчить жизнь музыканту. Но прежде всего первое приложение, которое мы разрабатываем, это гитарный тюнер. Если кто не знает, гитарный тюнер нужен для того, чтобы настраивать гитару, помогать в настройке гитары. Вот мы видим один из экранов приложения и другой экран приложения. На этом экране предполагается, что тюнер автоматически определяет ноту, которую играет музыкант. Это называется хроматический тюнер. Во втором случае музыкант сначала задал ноту, которую он хочет настроить и тюнер подсказывает, насколько нужно подкрутить струну, насколько натянуть ее и насколько ослабить для того, чтобы она звучала правильно. Как это работает? Мы не стали ничего придумывать нового. Это довольно известная техника и здесь в общем-то сложно ничего нет. Сначала данные читаются с микрофона, но очевидно нам нужно как-то их откуда-то взять. Затем данные должны быть обработаны, чтобы исключить влияние высоких частот. То есть мы пропускаем сквозь фильтр высоких частот, чтобы отсеять шумы и возможное приближание струны. В нашем случае применяется фильтр Баттерворта, если кому-то это о чем-то говорит. Затем мы применяем оконную функцию. Это тоже достаточно известная техника. Она служит для того, чтобы уменьшить влияние так называемого растекания или размазывания спектра на границах нашего кусочка, который мы обрабатываем в данный момент. Мы применяем в нашем тюнере окно Хемминга. Затем мы подсчитываем автокорреляционную функцию сигнала. Если сигнал это последовательность каких-то значений, просто двоичных значений, которые представляют собой число от минус единицы до единицы, то автокорреляционная функция показывает, насколько сдвинутый сигнал похож на сигнал исходный. То есть мы по факту сдвигаем сигнал по одному сэмплу и сравниваем его с собой. Сравниваем мы просто считаем как бы скалярное произведение в РН, если вспомнить линейную алгебру. Но понятно, вообще такая операция довольно затратная, она занимает O от N квадрат операций. И для того, чтобы это оптимизировать, мы используем логаритм быстрого преобразования Фурье, чтобы быстро считать эту автокорреляционную функцию. Затем автокорреляционная функция, поскольку представляет собой некоторые последовательности чисел, в этой последовательности чисел есть некоторые пики. И эти пики соответствуют наиболее сильным гармоникам в нашем сигнале. Гармоники это синусоиды разной частоты. И из них мы определенным образом выбираем тот, который соответствует с элементальной частоте нашего сигнала. То есть именно той ноте, которую воспринимает наш слух. После того, как мы это нашли, мы должны отфильтровать полученные данные. Мы вообще получаем в секунду несколько раз значение частоты этого пика. Но данные вообще шумные. То есть если мы их просто будем как-то показывать на экране, для пользователя это будет выглядеть не очень хорошо, потому что указатель будет дергаться. И поэтому мы фильтруем эти данные при помощи так называемого скользящего, взвешенного, среднего. Мы просто усредняем сигнал и как-то его сглаживаем. Но это в общем-то тоже приводит к некоторым артефактам. Например, сигнал, когда меняется сильно, то есть мы, например, подкрутили струну и натянули ее сильнее. На экране это будет заметно не сразу, потому что появляется некоторая инерционность. Ну в общем-то и все, и так тюнеры работают. Понятное дело, при разработке возникли некоторые проблемы, и в частности они были связаны с спецификой платформы Android Wear. Первая проблема это качество звукозаписи. Микрофон на Android Wear, в частности на часах Moto 360, он не очень громкий и не очень предпособлен для таких звуков. Прежде всего, конечно, заточен под голосовые команды, при помощи которых управляется устройство Android Wear, и поэтому он не очень хорошо воспринимает высокие частоты. И с этим пришлось как-то мириться, и что с этим делать вообще на самом деле сложно. Вторая и третья проблемы взаимосвязаны. Поскольку все вычисления в ранней версии приложения производились на часах, это вызывало некоторые сложности с энергопотреблением и перегревом устройства. Очень быстро садилась батарейка, пока мы настраиваем гитару, она садилась процентов на 10, и устройство заметно нагревалось. Это, конечно, не вызывало дискомфорт, но было заметно. Как можно решить последние две проблемы? Ну, поскольку обработка звука – это все-таки достаточно затратная операция, ее можно перенести на мобильное устройство, на наше основное устройство. И мы действительно пробуем так делать, перенести всю обработку на телефон. То есть, по сути, мы считали сигнал на часах, небольшой кусочек отправили на телефон, на телефоне его обработали и вернули обратно результат обработки. То есть, уже полученную частоту этого кусочка, частоту ноты. Средства, которые предоставляет нам Android Wear, представлены Wearable Data Layer. Это часть Google Play Services. Это высокоуровневый API. Это значит, что нам не нужно работать ни с какими сокетами, нам не нужно непосредственно знать о том, что мы работаем по Bluetooth или как-то еще. То есть, нам достаточно просто указать пункт назначения и данные, которые мы хотим передать. И он, в общем-то, предоставляет нам канал взаимодействия между смартфоном и часами, наоборот. Wearable Data Layer — это набор классов, которые позволяют разным образом взаимодействовать между устройствами. В первую очередь, это Data Items. Это средство для синхронизации данных между смартфоном и часами. То есть, мы какие-то данные, общие данные можем хранить. Это могут быть какие-то кусочки текста, заметки, которые автоматически синхронизируются при привлечении для девайса. Единственное ограничение — это 100 килобайт на объем. И для того, чтобы это ограничение преодолеть, есть класс Asset. Он позволяет хранить сколько угодно большие куски данных и передавать их между устройствами. И предоставляет автоматическое кэширование. И благодаря этому нам не приходится постоянно передавать одни и те же данные. Следующий механизм — это Messages. Messages — это как односторонняя связь. То есть, мы можем просто отправить какое-то сообщение, и все. И, возможно, когда-то мы получим ответ, если приемник соизволит нам ответить. Это некоторым образом похоже на UDP, когда мы отправили сообщение, но не знаем, дошло оно или нет. То есть, мы можем знать только, что оно было добавлено в очередь сообщений, но конкретно приняли ли его наш приемник, мы не знаем. Ну и вот два последних класса — это средства для получения каких-то сообщений от Wearable Data Layer. Wearable Listening Service — это сервис, который крутится, пока телефон работает. То есть, не обязательно, чтобы приложение было открыто, ну или там часы. И в процессе своей работы он может обрабатывать какие-то сообщения, приходящие от Data Layer. То есть, включилось какое-то устройство, устройство отключилось. Или же нам пришло сообщение, какие-то данные обновились, их нужно синхронизировать. Data Layer — это представитель несколько другого набора классов, которые позволяют слушать некоторые события, свои activity. То есть, нам не нужно создавать сервис, нам не нужно слушать постоянно какие-то события. Мы хотим слушать события, когда только продолжение открыто. Как раз до этого подходят листнеры. Ну, здесь указан только один — Data Layer. Также есть NoteListener — это слушатель узлов. То есть, мы когда подключаем новое устройство, приходит событие о том, что устройство было подключено или оно отключено. И также есть месседж Лисона, который позволяет слушать сообщения, которые приходят. Ну, не очень, наверное, хорошо виду на темном фоне, да? Как это вообще использовать? Ну, кто-то здесь знаком с Google Play Services? Кто-то пытался что-то с этим делать. Ага, хорошо, несколько человек есть. Основные докладчики. Сначала нужно проинициализировать API, и для этого используется вот такой кусочек кода. То есть, при подключении к Google Play Services мы должны реализовать несколько коллбеков, которые будут вызваны, когда отключение было совершено, когда отключение было разорвано или когда отключение не было совершено. Помимо этого, мы добавляем API-wearable, ну и, в общем, создается у нас объект клиента для работы с этими API. Ну, нужно не забыть еще, конечно, подключить API в onStartActivity и отсоединить его в onStop. Затем мы хотим найти все подключенные устройства, если мы не реализовали интерфейс на длесина. Для этого мы используем такой вот метод, который просто будет вызывать пол-в, когда узлы будут найдены. Просто список наших узлов. В данном случае мы просто берем первый попавшийся, потому что у нас, ну, предполагаем мы, что достаточно простые примеры, а в реальной жизни нужно какую-то другую логику реализовать, когда, может быть, несколько тушеных устройств, например, и мы хотим выбрать именно то, которое желает пользователь. Затем, когда мы получили узел, мы уже можем отправить ему сообщение. Ну, тут все достаточно очевидно. Send Message. Мы выбираем ID включенного узла. Путь. А путь это как порт в TCP IP, то есть это как направление, куда мы хотим отправить сообщение, чтобы приемник знал, какое сообщение он получил, и в соответствии с этим путем он мог выполнить какие-то определенные действия. Ну и плюс мы присоединяем массив байт. Обычно это массив не более 100 килобайт, потому что иначе это может вызвать некоторый не очень хороший юзер-экспириенс, когда мы нажали на кнопку, и оно висит, и что-то там делает непонятно. Ну и потом, понятно, мы устанавливаем callback для результата, и таким образом отправляем запрос. Что это вообще может использоваться? Помимо отправки непосредственно данных каких-то двоичных, мы можем отправлять некоторые команды приложений. То есть мы, например, у нас есть музыкальный плеер на телефоне, и есть приложение компаньон на часах. И в компаньоне у нас есть кнопочки play, pause, next, previous, и как раз эти кнопочки можно реализовать при помощи сообщения. То есть мы нажали кнопочку на wearable девайсе, сообщение отправилось с нужным путем, и телефон его принял и как-то обработал. Ну и в общем, как его получить? Тут есть два варианта, как я уже упоминал. Можно резать сервис, который будет служить постоянно сообщения, а можно резать просто интерфейс, нашли снар в нашей activity или как-то еще. Мы просто регистрируем слушателя в нашей системе и просто потом принимаем сообщение в виде кулбэка. То есть сравниваем путь. Если путь соответствует тому, что мы хотим сделать, мы как-то обрабатываем эти данные. Ну тут могут быть какие-то еще ветки, в соответствии с другими путями мы можем какие-то другие действия производить. Но все довольно понятно, если, значит, такое было play.sss. Вот, ну, на этом все. Вот мой доклад получился несколько более коротким, чем у остальных докладчиков. Вот, и если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, давайте. Добрый вечер, спасибо за доклад. Какой вопрос? Какая у нас получается задержка? Если не использовать сообщение, то есть отправка данных на телефон, задержка практически незаметна глазу. Конечно, задержка появляется, если мы как-то обрабатываем данные на телефоне. Но в данном приложении это не критично. Тюнер может несколько запаздывать за получаемый сигнал. Задержка заметна, да. Это может быть в районе 50-100 миллисекунд. Скажите еще один вопрос. Коммерческие приложения, они вообще ничего было созданное приложение? Подрегулироваться, например, по рандайзу. Рынок, да. Рынок приложений для Android Wear только начал развиваться, и он практически пустой. И качественных приложений на нем пока крайне мало. И в данный момент как раз мы можем выйти на рынок приложений для Android Wear просто писать хорошее приложение. Монетизировать. Есть уже определенные планы по монетизации. В частности, тюнер – это не единственная возможность, которую мы собираемся предоставлять. Могут быть другие приложения. Лупер или что-то еще. И как раз их, может быть, можно продавать как дополнительный какой-то контент, как и наплёчиться с... Спасибо. Спасибо. Скажите, пожалуйста, насколько удобно вообще это использоваться на часах? Допустим, на детали же, чтобы он был был. Посмотрите, если надо снять, у вас на смартфоне же удобно. Можно надеть часы на правую руку, повернуть их... Можно их повернуть именно так, чтобы было видно циферблат, как на экран. И, в общем-то, ими пользуются вполне удобно. В такой позиции я пробовал. Но, конечно, в любом случае удобнее, чем класть смартфон на стол перед собой, потому что этого стола может не быть. Можно... Но это достаточно обширная тема. Если вам интересно, мы можем потом об этом поговорить. Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, вот вы сделали тюна, да, и что вы бы еще сделали, хотели бы сделать, чтобы было полезно. В рамках проекта Sunrider это у нас есть некоторые планы для приложений для музыкантов. Один из планов это приложение, так называемый Лупер, когда мы записываем некоторый кусочек музыки и потом его зацикливаем. Но это может быть, если я здесь музыканты, может кто-то этим пользовался. Я не очень музыкант и сам этим не пользовался никогда, но наш аддиректор утверждает, что это очень полезная функция. И как раз часы здесь могут тоже сыграть роль, потому что управлять этим лупером может быть удобно, потому что есть контролы, как и любым другим музыкальным проигрывателям. Это вот один из примеров. Вы имеете в виду музыкантов, а вот, например, программу, через которую вы делаете, можно еще что-то делать? Если не для музыкантов, пробусь в первую. Можно сделать все, что угодно. Это вопрос идей и каких-то требований от пользователей. Некоторые планы есть. Хорошо. Можно, да, спасибо. А, да. Это один из возможных вариантов. Проблема в том, что микрофон будет располагаться далеко. Мы предполагаем так. Зачем вообще нужен тюнер на часах? Телефон. Телефоном в качестве тюнера пользоваться неудобно. Нужно взять на какую-то поверхность, иметь на которой он будет лежать и слушать нашу гитару. Мы не можем положить телефон внутрь деки или куда-то еще, но из кармана он просто ничего не услышит. А, вы не пользуетесь сейчас? А, ну да, у нас тюнер пользуется только микрофоном, потому что достаточно частая ситуация, что джека нет, и это дополнительное устройство, и пока такой функционер не предвидится. Здравствуйте, спасибо большое за доклад. Я хотела бы вам задать следующий вопрос. Скажите, ваша программа позволяет определять только звуки стульных инструментов или кауч-то в том числе? В теории она способна воспринимать любые звуки, в которых есть некоторая фундаментальная частота, но мы подстраивали все параметры именно для струнных инструментов, просто потому что пока задача стояла именно так. В перспективе мы можем легко это адаптировать и для более плавно звучащих инструментов. Скажите, пожалуйста, каким образом происходит определение ноты? Они записываются на нотной стороне или определяется сама нота, записывается и определяется на длительность ноты? Вот я могу показать основной экран. Выглядит оно примерно так. Показывается буква, соответствующая ноте, и отклонение от идеального тона, лутона. То есть мы определяем ближайший тон и отклонение от него. То есть полностью, если мы уйдем влево, это будет минус полутон, и полностью вправо это плюс полутон. Мы не показываем длительность струны, мы не показываем нотный стан. Все заточено, опять же, по часы и под как можно более быстрое получение информации с экрана. Спасибо большое. Спасибо. Валера, можешь вернуть на слайд, где я показывал поиск устройств? Функции. Так, вот, назад. Да, смотри, а как определяется, что данное устройство именно то, которое нужно, а не просто, например, если там третий телефон на андроиде, да? Вот, я не часы. И нужно то ли с конкретными из них связаться? Я об этом опинал. Это можно делать разными способами. В данном случае пример упрощенный, и мы берем первый попавшийся, но в реальном качестве жизни может быть и не так. И можно показывать, например, пользователю диалог с выбором нужного устройства и отправить в него. Пример упрощенный и не служит хорошим примером написания кода. Ну, вот, например, вообще коллбек лучше так вот не заворачивать. Это именно ваше положение уже будет использовано, да? То есть первый попавшийся перед? Нет, это не пример из нашего приложения, это искусственный пример. Ваше приложение как-то сделано? В нашем примере. Это пока никак не сделано. А на какой? В данный момент в текущей основной версии приложения всегда она обрабатывается на часах, и это перспективы. Мы уже тестировали такую возможность, и на прототипе оно и работало. И, возможно, в скором времени мы принесем на часах. Спасибо за этот доклад. Скажите, а какие программы у вас вообще вы обновили на это все дело? Смотрели ли вы на программу BoxMeet от Ubisoft в двух версиях? И есть ли в планах, если вы ее видели, такую функциональность добавить? К сожалению, эту программу я не видел. Дизайн рисовал наш арт-директор, и он являлся некоторыми приложениями для iOS, которые я, к сожалению, не помню. Но, в общем-то, дизайн еще будет изменен несколько. Это старая версия, и она будет выглядеть немного по-другому в ревизии. Спасибо. Спасибо, Валерий, за доклад. Спасибо. Если у вас остались вопросы к спикерам, в принципе, до 6 часов все точно будут здесь, и если мы закончим немного раньше, у вас будет время пообщаться.